В последнее время самые высокие из них появились в Объединенных Арабских Эмиратах и Китая. Внимание, вопрос. О чем идет речь? Недолго думая, второклашки дают уверенный ответ. Это, конечно же, небоскребы. Ученики пятого лицея решили проверить свои силы в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Школьники назвали свою команду коротко, но звучно. Я буду говорить не очень громко, чтобы ни в коем случае не помешать нашим участникам. Прямо сейчас в режиме реального времени ребята решают сложнейшую задачу, которая по плечу не каждому взрослому. Ребята демонстрируют логику, эрудицию и смекалку для того, чтобы набрать побольше очков. Кроме Ставропольского края, в этой игре участвуют еще 10 регионов нашей страны. Интеллектуальную битву проводят по программе развития младших школьников Орлята России. Разработали ее в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации национального проекта образования». «На самом деле это большая удача. Мы поставили себе цель самосовершенствоваться и развиваться. Ну и мы на пути к этой цели благодаря тем занятиям, которые предоставляют нам организаторы программы Орлята России». Между прочим, игру для детей провел Борис Крюк, диктор и ведущий оригинальной программы. Школьникам понравилось работать в команде. Они устраивали мозговой штурм и быстро находили правильный ответ. При этом правила те же, что и для взрослых. «А как вы готовились? Расскажите, пожалуйста. Вы читали?» «Мы отгадывали ребусы, участвовали в викторинах». «А даже если мы не выиграли, мы все равно поучаствовали в этом и это главное». В итоге школьники ответили правильно на 8 из 12 вопросов. Это хороший показатель. Но конкуренция большая. На вопросы ведущего отвечали ученики около 100 школ страны. Впереди еще много других состязаний, на которых будут оценивать личностные, спортивные и умственные качества детей. «Программа рассчитана на 7 треков. Каждый трек рассчитан под определенную тему. Эта программа затрагивает не только детей начальной школы. В ней также могут принять участие и ребята из старших классов. Они могут выступить как наставниками. Принимают участие учитель, советник и также родители». Победителей ждет поездка во Всероссийский детский центр «Орленок». А желают ставропольским школьникам удачи и победы Ярослав Лапин и Павел Селиверсов. Ставропольское телевидение.